всем привет это обзор на сигареты байрон эксклюзив табака крепкая версия сигарета от балтийской табачной фабрики партия относительно свеженькая то есть относительно недавно сделано дизайн пачки вот такой раньше когда-то у них другой дизайн пачки был но сейчас вот такой то есть это крепкая версия эксклюзив табака есть еще более легкая версия си синий полоской с бежевым то есть бежевого такого цвета с синим ладно пачка вся блестит на свету вообще в принципе и сделано симпатично нормально то есть круто сделано здесь такой логотип блин типа как bentley да bentley машина че есть такой логотип тут видимо у bentley скопировали ладно оригинал и байрон надписи эксклюзив табака собственно вот выпускает балтийская табачная фабрика калининградская область город гвардейск содержит я да все дела такой вот штрих-код здесь опять логотип bentley bentley ну байрон ладно партия январь 21 но в принципе это более-менее свежая партия то есть январь 21 свежая партия 110 рублей вот здесь вот так все обычная фольга вот обычная фольга здесь вот такая херня надпись значит купила их примерно одну неделю назад плюс-минус значит открою пачку запах с пачки в принципе ну знаете такой легкий запах но но в принципе приятный как вот нормальными какими-то более-менее нормальным сигаретами пахнет по крайней мере да так вот сходу если хорошо но значит сейчас секунду от самой сигарета вот запах уже чуть чуть сильнее чувствовал стал да ну был чуть сильнее он чувствовался чем при когда пачку нюхаешь а сейчас неделя прошла запах стал чуть слабее но тем не менее остался вот сигарета выглядит вот так вот она сделана классическим таким образом пробкового цвета фильтра не курибельный опыт с золотистым колечком и золотистыми буквами байрон кстати раньше часто вот примерно вот так сигарет оформляли довольно часто крепкие версии но не всегда но часто быть бумага тут тоже такая классическая обычная вот с такими полосочками сейчас кстати почему-то не во всех сигаретах даже бумага такая ну да ладно колец перфорации здесь нету вообще фильтр у них такой ну вяленький в принципе да но средний ну ладно средний скажем так средний фильтр вот набивку них вялая действительно голая вот сейчас если я буду гнуть она у меня треснет до треснет неделю прошла вот потому что одна уже треснула у меня вот но сейчас я перед этим пытался сделать обзор у меня не получился вот сегодня да не получился я буду удалил короче я там попробовал набивку тоже посмотреть вот это набивка да вот от сигарета то есть вот табак и не высыпал отсюда ни капли ничего вообще вот она вас огнулась полностью вообще вот блядь такая набивку них но обивка вялая блять к сожалению я не выдумываю ничего то есть серьезно такая набивка вот набивка вялая да это конечно хреново ладно даже что можно сказать по поводу эти сигарет вообще в целом я их не курил более старый партия не курил и уж тем более не курил который в старом дизайне даже пачки были да то есть но я могу так сказать они сто процентов испортились то есть вот сто процентов они стали хуже по-любому они раньше были лучше особенно в старом дизайне пачки этого этого первых то есть потом чё тут еще сказать можно значит их я их закуриваю да и у меня первое ощущение сначала о какой вкус прямо реально тут такой вкус прямо фигачит то есть но видно сразу саусированы довольно обильно сигарета то есть они довольно обильно саусированы предупреждаю сразу идет такая ароматика да то есть каких-то таких пряных ноток табака то есть как будто бы я не знаю такой табачный ароматизатор как будто бы то есть как будто какие-то пряные сорта табака куришь в принципе довольно интересные но это за счет соусов сделано в принципе одно чувствуется по крайней мере вот вкус если взять да в первые дни в первые пару дней он довольно интенсивный здесь промыть и такое обильное саусирование и это самое саусирование вот именно на вкус по рецепторам она довольно неплохое то есть такой пряну ароматизатор скажем так пряного табака тут как бы тогда можно выразиться вот то есть довольно приятный вкус чем-то на american blend смахивает но и так ну это соус тут видно сразу то есть не не за счет табака основной аромат идет это в первый день было да и потом еще что можно сказать ну в них есть химоза да к сожалению вот но как сказать я не даже не знаю то ли много то ли мало ну так нормальное количество химии но не очень много как бы ладно бывает более химозных принципе сигарета поэтому химии в целом да не так уж и много но здесь есть какая-то химоза блять определенная короче говоря эти это немножко в голову они ударяют почему-то я не знаю то есть я предупреждаю сразу то есть эти сигареты в голову ударяет то есть вот то есть есть такое но не очень сильно скажем так вот например тот же camel желтый он сильнее в голову ударяет там и некоторые другие следят эти сигареты тоже ударят голову но но не сильно и не очень резко как бы скажем так ну не знаю как объяснить короче говоря в голову ударяет но не очень резко просто и не очень сильно вот и скажем так даже терпимо я бы сказал вот то есть даже я оттуда выкурил в принципе несколько сере это нормально то есть потому что бывали экземпляры которые окуре даже вторую сигарету курить даже не стал просто выйти вот это же значит чего-то как-то даже я иногда курю то есть можно курить в принципе но неприятный момент все таки есть все таки блять башке немножко здесь дискомфорт от них появляется говорю сразу и в голову они немного ударяют то есть но опять таки говорю терпимо то есть не очень сильно и этот момент неприятный то есть соответственно ну себя это химически в любом случае то есть здесь ароматик они натуральные за то есть за счет саусирования и немного бьет в голову и так далее то есть вот то есть крепость как бы искусственным немного увеличили каким-то образом не будем гадать как каким именно образом но хрен с ним короче говоря Ну если в целом, вот вкратце как-то так А процесс курения, сам процесс курения Особенно первые сигареты, ну довольно приятно То есть они нормально курятся То есть у них интересный вкус, хоть и саусированный И вот все Только немного обламывает то, что потом Чувствуешь в башке, что блять Ненатуральное тут что-то блять Химическое, какой-то никотин там Или может мочевина сюда, кстати, тоже добавили Немного, да, так умеренно Что-то здесь из этой серии есть, короче говоря Вот эта фигня немного обламывает тебя потом Вот как-то так, если вкратце Сейчас, секунду, я еще мешку даже покажу Здесь дохрена взорваны жилки Как бы, да Вот, вот дофига взорваны жилки Сейчас камера слишком четко Не передает Вот здесь дофига жилки, да Вот жилки, например, валяются, ну допустим Там еще в этой кучке жилки есть И вроде бы как выглядят более-менее, да Но Это, во-первых, это крепкие сигареты А не слабые и не легкие, не средние Это во-первых Во-вторых, вот эти вот, видите, темные фракции табака Которые тут валяются, бурые, там темные и так далее Здесь это все больше половины восстановленный табачный лист То есть это не табак, то есть полноценный Ну тут есть табак в составе, да Но больше половины тут восстановленный именно табачный лист Вот эти вот все темные ленты Вот есть там табачные ленты, вот видно Некоторые табачные ленты есть Но, скажем так, короче говоря, определенный процент восстановленного табачного листа, определенный чуть-чуть там табака, скажем так, процентов 20-30 от силы вообще, то есть табака обычного, да, и взорванные жилки, вот сколько-то процентов, 20-15, я не знаю. Ну, короче, я не знаю, для крепких сигарет это посредственное содержимое, вообще посредственное. То есть, если бы они были легкие сигареты и без искусственной пропитки, тогда это было бы нормально, в принципе. Ну, для сегодняшних времен, как бы, вот. Раньше, как бы, давно еще не было технологии взрывания жилок, раньше по-другому легкие сигареты делали, как бы, там все намного лучше, как бы, было. Ну, да ладно, для сегодняшних времен это было бы нормально, если бы они были легкие, но для крепких сигарет это посредственное содержимое, и поэтому, видимо, они его укрепили тут искусственно, как бы, вот. За счет этого немного они в голову ударяют, собственно. Как-то так. Еще что. Горят они со средней скоростью, то есть, горят они со средней скоростью, то есть, как фитиль не сгорает, но горят и не очень долго. Средний горят. Вот, потом. Саусирование вот это, оно здесь через несколько дней, оно здесь выветривается, то есть, вот. Соответственно, сигареты теряют во вкусе, то есть, они становятся как будто другими, то есть, вот. Вот, если тебе, например, вот тебе завязать глаза, дать покурить, вот две вот одинаковые полностью сигареты, и тебе сказать, отличи, допустим, одна из них Marlboro, а вторая, там, допустим, еще какая-то торговая марка, например, да, тебе завяжут глаза, и дадут две сигареты, но только первые будут сигареты, которые только пачку, когда открываешь, да, а вторая через неделю, как она выдохнется, да. Человек сразу скажет, что между ними есть отличия вообще, то есть, кардинальные, и, скорее всего, он скажет, что первые покачественнее, то есть, и повкуснее, потому что там соус остался еще. Через неделю соус выветривается нахрен, сигареты становятся, ну, такими уже не очень вкусными, то есть, тут сразу чувствуется этот посредственный сырьек, что ты куришь, то есть, а не охренительный какой-то табак, да. Ну, за 110 рублей, конечно, с одной стороны, можно и не придираться, да, но только тут, и, ну, ладно, хрен с ними, я тут один минус только этим сигаретам дам, что они их немного искусственно что-то туда добавят. То есть, либо мочевину, либо хрен за чего, но искусственно они немного их все-таки укрепили, то есть, это здесь чувствуется. Ну, в принципе, единственный минус, я только такой дам. Ну, и к мешке еще немного могу придраться, блядь, то, что для крепких сигарет хреновая, хреноватая мешка, ну да ладно. Ну, самое главное все-таки минус, то, что химозу добавили сюда, вот. В остальном было бы терпимо. Соус, если кому-то надоедает, да, блядь, несколько дней полежат, соус выветривается, все, как бы, и он тебе не мешает. Я их курил вот сегодня, да, уже сегодня соусирование не чувствуется особо, вот. То есть, просто посредственно сырье куришь, вот и все. Кстати, они сегодня, насколько я даже заметил, вроде бы там какая-то херня выветрилась, да, и сегодня они чуть поменьше в голову ударяют, то есть, чем в первый день. Вот в первый день они и сильнее соусирования самого, и ароматика, да, и в голову они тоже сильнее, по чуть-чуть, ну, чуть-чуть сильнее ударяли. А сегодня же вот этот самый приход в голову, он здесь слабее немножко стал, но все же он тоже остался все равно, даже через неделю. Вот, но в голову уже сегодня мне слабее ударило, чем в первый день, ну, скажем так, условно говоря. Ну, зато вкус пропал, и, блядь, я не знаю, вкус так посредственный стал, но, в принципе, за 110 рублей курибельно было бы, нормально. Короче говоря, вывод такой, если вы не хотите химическую крепость какую-то, да, чтобы любую химическую крепость, чтобы хоть как-то ударило в голову, вам это не надо брать, то есть, потому что здесь это все есть. А вот в синей версии, в легкой, я не знаю, может быть, там нету этого всего, хрен его знает. Может быть, это они искусственно укрепили, поэтому так, вот, а легкая, может быть, другая будет, не знаю. Короче, если вы против подобной химозы, вам это не надо брать. Потому что, видите, я тут выкурил, там, штук 7-8, да, только, если бы они были охренительны во всем, во всех планах, да, я бы их, эту пачку уже за неделю ушла бы у меня, скорее всего, полностью. Поэтому я их не особо-то и курил, тем более, вот, одну разорвал еще, и одна сломалась, вот. Так, еще что-то хотел сказать, блин. Но, если вам похрен, да, что они немного в голову ударяют, и за 110 рублей, тогда, в принципе, вам будет, ну, я думаю, сносно, как бы, вот, сносно. Курибельно, за такие деньги. Вот, но, если вы более-менее лояльно относитесь к тому, что немножко тут химической крепости есть. И то, что они соусированные. То есть, вкус тут не табачный идет, в основном, ну, как табачный вкус есть, конечно, да, но основа, основа вкуса вот этого яркого, она за счет соуса идет. Через несколько дней выветриваются. Вот и все, как бы, если вы немного лояльно относитесь к этой информации, то, что я сказал, то вам пойдет, как бы. Вот, но мне, знаете, так, знаете, не знаю, я их не особо хочу курить из-за этого момента. То есть, иногда, конечно, я их могу покурить, чередую с другими сигаретами изредка, но на постоянке, блядь, я не знаю, я бы, может, и стал бы их курить на постоянке, если бы они химозой все не испортили. А так, ну, не то, что на постоянке, а часто бы курил, да. А так как химозы они испортили, мне их не особо охота курить. И, между тем, все равно я их иногда покурить все-таки буду, потому что тут терпимая химоза, как бы, она не слишком тут сильная, как в некоторых сигаретах. В нашей, в котором магазине, там, на каждом шагу продаются, вот, в некоторых. Ну, вкратце, я не знаю, как-то так. Так же забыл сказать, вот, за счет этого химоза, да, от них иногда бывает, ты их покуришь, целую выкуришь, да, и у тебя так хрена, кстати, внутричерепное давление как бы повышается, как будто бы, блядь, и немножко так, ой, блядь, думаешь, надо присесть, блядь, ой, блядь, что за херня, то есть, вот, как будто внутричерепное давление подскакивает эта сигарет, то есть, немножко. Вот, то есть, такая вот тема еще есть. Ну, это, собственно, с этой же химозой связано. И, в принципе, вот эта вот пачка, которая у меня, вот, по крайней мере, на столе лежит, вот в таком дизайне, январь 21-го и выше, да, но это все равно уже современные сигареты, то есть, такие, условно скажем так, современные сигареты, которые, блядь, уже сделаны, как это сказать-то, блядь, сделаны по всем этим современным манерам, блядь, как это сказать? Вот все вот, да, разбавить там мусором, жилок кинуть, там, блядь, спрессованной табачной пыли накидать, короче, укрепить искусственно, так как содержимое не очень крепкое, вкус не очень приятный, заароматизировать соусом, вот эти, пожалуйста, вкусненькие сигареты за счет соуса и крепенькие за счет искусственного никотина. То есть, это, вот эти сигареты к таким относятся, к той же серии. Вот, и все, как бы. Но лучше бы они убрали эту всю керню отсюда и, блядь, оставили бы как есть, лучше бы легкую версию здесь сделали. Хотя, в таком случае, просто легкую версию берешь и все. Вот, как-то я не знаю. Короче, вот какие-то они современные уже сигареты, то есть, это все уже не то, то есть. В целом, я их особо не могу советовать, потому что они мне не впечатлили ни хрена, но между тем, они курибельные. Че-то как-то, кто более-менее лояльно относится к подобной химозе, да, потому что ее тут не так уж и много, эта химоза. Вот, то есть, че-то как-то кому-то пойдет, но в целом, не знаю, что тут рекомендовать, если тут ничего особенного нет. Нет ни табачного вкуса, блядь, ни нормальной крепости, немного обламывает тебя вот это то, что в голову ударяет, поэтому я их не могу рекомендовать. Но между тем, я не скажу, что это полное Г, там бывает просто еще хуже сигареты, бывает серьезно, вот. Не знаю, короче, думайте сами, меня не особо впечатлили за счет этой всей химозы. Вот, смотрите сами. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok